Валейбол 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 Как он проходит Кто в лидерах Как наши спортсмены выступают? Нам это очень все интересно. На чемпионат, да, действительно, у нас серия плей-офф. Это финальная часть основного чемпионата. Наши ребята, можно сказать, выполнили программу «Минимум». Уже они в финале. Сейчас вот предстоит финальная игра с волейболистами из города Тараза, Джамбургской области. Думаю, наши ребята постараются. Подтвердить свое чемпионство, так как они в прошлом году заняли первое место, стали чемпионами чемпионата, а также кубка. Поэтому здесь... Будем надеяться на победу, да? Да, мы будем надеяться на победу. И помимо, я думаю, наших игроков, большую часть это еще сыграет роль болельщиков. Если болельщики будут поддерживать, если в зале будет атмосфера, такая, чтобы наши игроки свободно себя чувствовали в родных стенах. И, как говорится, в родных стенах, и все помогает. Ну, конечно, я думаю, что наши болельщики активно болеют и поддерживают наших спортсменов. Но давайте мы слово дадим нашим гостям, которые приехали к нам с города Тараза. Андрей Анатольевич, расскажите, как встретил вас у нас Павлодар? С Павлодаром я давно знаком, мы давно дружим с волейбольным коллективом. Всегда у нас приятные впечатления. Все, что проходит в Павлодаре в качестве волейбола, мы даем самую высокую оценку. Я сам по себе знаю, насколько это грандиозная, трудная работа. И даже Нолан Абайч постоянно присутствует на играх. Это говорит о том, что они двигаются в правильном направлении, поддерживают этот вид спорта. И когда играет местная команда, места нет, наверное, на трибунах, потому что болельщики с удовольствием посещают. Очень уютный зал, очень хорошая вся инфраструктура волейбольная. Поэтому мы с удовольствием сюда приезжаем. И учитывая то, что Павлодар, конечно, хочу поздравить, они сделали в прошлом сезоне, стали чемпионами, выиграли кубок, выиграли суперкубок. То есть взяли все медали, все реликвии, которые спортивно есть, регалии, вернее. В этом году Павлодар все выиграл. Поэтому матч будет интересный, сложный. Естественно, мы тоже приехали побороться за большое звание чемпиона страны. Команды примерно одинаковые и по составу, и по возрастным качествам. То есть и опытные тренера возглавляют клубы, и мы как руководители тоже делаем все возможное. Поэтому будет интересный и очень, наверное, результативный финал. Поэтому еще раз всех тоже приглашаю болельщиков. Всегда приятно играть при полном зале. А спортсменам хочу пожелать, чтобы они показали наиболее свою совершенную игру. И все от этого только выиграют. Виктор Толгатович, на вам слово. Расскажите, как у вас впечатления о нашей команде, в целом о чемпионате, как он проходит? Ну, в этом году чемпионат проходит немножко по другой системе. В плей-офф были внесены изменения. И первые игры прошли по системе первой-восьмой. Это первое место играло с восьмым и так далее. Далее был полуфинал. И сейчас мы уже вышли в финал на финиш, на прямую. Действительно, чемпионат в этом году выглядит сильнее, чем в прошлом году. Команды укомплектованы довольно-таки сильными игроками. И, как сказал Андрей Анатольевич, мы давно друг друга знаем. И очень приятно, что наши команды вышли в финал. И в финале могут показать действительно достойную, хорошую игру этого чемпионата. Команды и наши, и соперники, они готовы дойти до последнего рубежа и сдаться. Здесь нет речи. Поэтому, действительно, поддержка зрителей будет кстати. И, вспоминая прошлый финал, зрители были пятнадцатым игроком в нашей команде. Может быть, благодаря даже их поддержке наши ребята выдержали этот натиск от РАУ в прошлом году. И в этом году, может быть, покажут отличную игру. И благодаря поддержке мы постараемся оправдать их ожидания и занять первое место. Мне нравится ваш настрой. Такой нету соперничества, такого духа. Все такое миролюбивое. Прямо вы старые знакомые. Такая атмосфера. Получается, что считается, что волейбол – это нету места жестокости, соперничества. Так ли это на самом деле? Но, судя по вашим разговорам, такое впечатление складывается. Мне кажется, люди, которые работают в волейболе, они все такого содержания положительного. Поэтому мы соперники только на поле. В нормальной жизни, естественно, у нас нормальные отношения, дружественные отношения. Друг другу помогаем, содействуем в развитии этого вида спорта, развиваем его. У нас, кроме общения на уровне национальных команд, есть еще и дублеры, и детские коллективы. И очень много поводарских ребят приезжает к нам в Тарас. Очень часто, буквально два дня назад наша команда молодежная была в гостях на соревнованиях. Поэтому общение в течение календарного года постоянное. Поэтому какой там смысл ссориться или что-то делать недоброжелательное. Поэтому это спорт, да, это спорт. И наша задача создать условия для развития волейбола в области. Мы этим занимаемся. И какие-то помощь местами друг другу можем всегда оказывать, консультируемся всегда на звонке. И доброжелательность, наверное, это яркое, наверное, такое проявление нормального спортивного соперничества и работы спортивной. Ну, у кого есть что добавить к этой теме? Я хотел бы сказать, да. Ну, чтобы достичь тех результатов, которые сейчас финалисты достигли, для этого нужно пройти все ступени. В ступени, начиная с детско-юношеской школы, то есть с самого детства, занимаясь волейболом, войти в молодежный состав, в дублирующий состав. Для этого у нас работают детско-юношеские спортивные школы, которые готовят основной резерв. Далее у нас старшие тренера области среди мальчиков и девочек передают фарм-клубы, то есть дублирующий состав. Оттуда уже селекционеры выбирают, кто войдет из наших именно воспитанников павлодарского волейбола в основные команды, как мужскую, так и женскую. В общем, это очень большой путь для спортсмена, да, чтобы оказаться там, на верхушке. Я думаю, только настоящая любовь к волейболу даст силы молодым людям пройти до конца. Ну, вот у нас есть сегодня тренера, да, давайте вот тоже... Можно я расскажу, что касается детского волейбола? Здесь, все знают, у нас в Джамбульской области очень сильно боксерами, очень сильно борцами. Сейчас вот в преддверии Олимпиады у нас уже есть пять олимпийских лицензий, то есть две это на Олимпийские игры. У нас один пятиборец взял и боксер взял, и три паралимпийца. Сейчас 13 человек тоже будут участвовать за выигрыш лицензии на Ирюзскую Олимпиаду в Париже. Что касается, допустим, популяризации волейбола, допустим, у нас есть тренера Курпеков Нурлан, это тренер Бахтиара Артаева. Его сын один, сын у нас в секции, он после того, как проводят боксерские свои тренировки, он приходит в зал и следит, как его сын занимается волейболом. Удивительно, вечно популяризация у нас прогрессирует сейчас. Нияс, расскажите, пожалуйста, как вы влюбились в волейбол? Я родом с Аксусского района, села Курколь. У нас, получается, секции были только лыжные гонки, волейбол и настольный теннис. Выбора не было, да? Да, я в лыжные гонки не потянул, а волейбол, как бы, и тренер у нас был хороший, хочется отметить, зовут его Сергей Рашидович Яхин. Затем уже, после областных соревнований, начали звать уже за экибастуз, затем вот в Володарскую команду, ну, а дальше как-то уже само пошло. Если сначала пришли, например, просто, да, потому что некуда было идти, то, наверное, потом уже влюбились, уже началась вот эта вот профессиональная карьера. Но сейчас вот не жалеете, что вот самое главное в вашей игре? Вот много сейчас было сказано о том, что вам помогают болельщики, да, играть лучше. На самом ли деле это так? Да, конечно, при своих стенах, тем более, проигрывать не хочется. Приходят близкие, друзья, как бы, поддерживают, всегда хочется играть на победу. Ну, и зачем заниматься спортом, если проигрывать? Но, с другой стороны, без поражений не бывает побед, тоже такое есть. Я думаю, об этом мы тоже поговорим, как вот переживать поражение, потому что на пути спортсмена у каждого встречаются такие, как сказать, ну, нерадостные моменты, да, но все равно нужно двигаться вперед, потому что настоящий спортсмен – это боец. Не ясно, так вы считаете? Должен быть характер. Ведь все много очень детей, которые увлекаются, которые приходят в спорт, но не все становятся чемпионами. Есть какая-то, наверное, внутренняя жилка? Ну, подбор игроков очень важен, допустим. В нашей команде я считаю, что у нас команда сбалансированная, да, в каждой зоне. И очень высококлассные игроки у нас находятся, легионеры хорошие. И будем играть на победу. Я хотел бы говорить. Ну, помимо игроков, всем ими заведует и руководит главный тренер. Все зависит от тренера, от поставленных задач. Кроме тренерского состава, также есть в команде медик, который смотрит за здоровьем игроков. Есть аналитики, которые анализируют неудачные игры или даже удачные игры, но кто-то, например, выпал из игры и так далее. Поэтому… Разбор идет полностью, да? Разбор полностью, да. Кто как куда подал подачу, да, кто как принял. То есть, все это анализируется. И самое основное, я думаю, это само настроение команды. Если нет разлада, есть сплоченность в команде, то команда будет играть до последнего, до последнего стараться выиграть и победить. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а потом продолжим. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите программу «Ой лайки». Мы продолжаем разговаривать о развитии волейбола в Казахстане. И сегодня мы затрагиваем очень интересную тему, да, роль тренера, роль спортсменов. И вот затронули как раз о том, что у нас очень много молодых команд волейбольных, юноши, девушки, которые идут в эту игру, влюбляются в нее. Вот, Ирина Сергеевна, вот расскажите. У нас набор проходит детей сразу младшего возраста. То есть, дети к нам приходят с 9 лет. Мы берем, как бы, всех детей, потому что идут очень с желанием и тренируются. Хорошо помогают, что дети идут, знают волейбол, это работают учителя физкультуры в секциях, что проводятся соревнования школьные лиги, спартакиады среди школьников. После того, как вот дети сыграют в волейбол в школах, они вот очень загораются и приходят к нам в секцию. Ну, у волейбола тоже есть своя специфика, да. Любой спорт, он приносит какие-то травмы. Ну, вот у волейболистов, вот для девушек, это вот такой сильно травмоопасный вид спорта. Ну, он вообще травмоопасный вид спорта. Мячиком как прилетит? Ну, не только, мячиком прилетит. И, конечно, травмы есть. И дети к этому травмам, ну, как бы, они знают, эти дети. Ну, не то, что готовы, но вылечиться и продолжают. Да, закрывают глаза на них, да? Да, закрывают, да, все равно продолжают заниматься волейболом. Это волейбол такой вид спорта, в него играют, ну, я не знаю, от малого до великого. У нас есть и ветераны, которые тренируются и ездят также на соревнованиях. То есть это такой вид спорта. Который с тобой навсегда уже останется. Да. Раз ты пришел туда, то уже с волейбола не уйдешь. Да, то есть в любом возрасте можно играть. Я не имею в виду сейчас профессионалов. Профессионалы – это отдельная категория спортсменов, а именно люди, которые любят волейбол, они играют в любом возрасте и продолжают играть до почтенного возраста, можно так сказать. Я сам по специализации футболист. Был арбитром высшей национальной категории, международной категории по футболу. Но 15 лет от работы в управлении спорта области поступило предложение возглавить клуб. Тогда, в 2012 году, была вторая волна. И возродили традиции мужского волейбола. Дело в том, что у нас последний клуб существовал в 93-м году. Это клуб МАДИ. Он стал в один год чемпионом страны и обладателем кубки. И на этом прекратил свое существование. Все это время у нас существовал клуб женский с большими традициями и с большой историей. И вот пришло время, в 2012 году, был возрожден мужской клуб «Павлодар». Было предложение возглавить его. Это было мне интересно. Поэтому с того времени началась другая история. За это время наш клуб стал трижды обладателем кубка. Один раз чемпионом. Трижды серебряным призером. У нас есть успехи среди наших дублеров. Фармклуб становился чемпионом Казахстана. Четырежды серебряным призером. Один раз бронзовым. То есть сама история пошла вот отсюда. И надо, если говорим мы о моем отце, Толгат Варидович, то нужно сказать, что также в 2012 году была запущена программа благодаря управлению спортом и управлению образованием области школьной волейбольной лиги. До пандемийного года школьная волейбольная лига набрала размах от пилотного проекта до масштабного проекта, который в принципе всю область охватил. На период 2020 года в школьной волейбольной лиге были задействованы более 10 тысяч человек. По всей области, получается, дети, да? По всей области, да. Поэтому оттуда как раз и берут, наверное, наши тренеры в селекцию. Почему? Потому что волейбол специфический вид спорта. Дело в том, что для него нужен рост, координация, то есть параметры, которые не у всех есть. Ну да. Поэтому очень сложно отбирать. Но вот школьная волейбольная лига помогла пополнить набор детско-юнических спортивных школ по всей области. Оттуда наши тренеры, селекционеры пополнили молодежный наш состав. С молодежного состава очень много ребят перешли в национальную лигу. Если брать наш клуб, то наш клуб практически на 60-70% укомплектован нашими воспитанниками. Благодаря детским тренерам, которые поставили технику, поставили знания. Это очень хорошо. Из 14 человек состава у нас 5 человек, тех, которых мы пригласили. Действительно. Из них 3 легионера и 2 наши казахстанские спортсмены. Поэтому работа ведется очень большая. И на всех уровнях, что самое главное. Поэтому, конечно, дети идут, они знают, что реально достичь каких-то высот, заиграть профессионально. Поэтому, наверное, идут. Я работаю в детской спортивной школе в городе спортивная школа Олимпийского резерва номер 2, где функционирует отделение волейбола, как среди мальчиков, так и среди девочек. Все группы у нас, можно сказать, переполнены. Если положено, в группе, чтобы 12-14 человек, у нас до 20 человек доходят. Это говорит о том, что по поведению в волейбол очень сильные дети идут, идут. Мы, как моя коллега сказала, набираем детей с 9 лет. И до 18 лет мы их готовим. Готовим. А потом в дальнейшем уже передаем фарм-клубы, дублирующие составы для повышения дальнейшего спортивного мастерства. Но с одними тренировками мы, конечно, далеко никуда не уйдем. Нужны соревнования. Также у нас в городе существует спортинтернат для дарованных спорта детей. Куда мы привлекаем детей с отдаленных поселков, с районов. Детей привозим. Они там учатся, питаются, живут, тоже тренируются волейболом. Мы проводим много, очень много соревнований при поддержке управления физикой и культуры спорта в Волдарской области. Если мы раньше проводили один раз чемпионат в Волдарской области среди детей, то сейчас уже проводим два раза осенний чемпионат среди детей и весенний чемпионат. По трем возрастам, это шесть возрастов получается. И в каждом районе у нас существует детская спортивная школа, где тоже существует отделение волейбола. Команд очень много, все районы к нам приезжают. Детей мы дальше передаем. Детей очень большая мотивация. Дети хотят все попасть в профессиональные спортивные клубы. Тем более очень много соревнований проходит у нас среди национальных лиг. Сейчас все дети наши приходят, болеют за нашу команду. При поддержке это очень хороший повлиярс идет. Вот вопрос хотела вам задать. Вот мотивация это хорошо, но еще нужно и здоровье. Вот сейчас очень много жалуются, что молодежь у нас никудышняя, здоровья нету. Вот вы как тренер, что скажете? Да, это же не секрет, это жизнь. Может дети еще слабее. Но кто занимается, они все равно будут заниматься. И стараются повышать свое спортивное мастерство. И как-то вот здоровье, за здоровьем тоже следят. Ну, наверное, тренер еще и следит за питанием, за тем, как ребенок растет. Если он в 9 лет придет, то у него есть шансы. Сейчас еще такая большая проблема. Дети растут, а как говорят, кости выросли, а мясо не успевает. И вот в этом отношении тоже колени болят, спина болит все время. Пришковая у нас работа. Но, тем не менее, популяризация в волейболе у нас в области очень сильная, очень хорошая. Те дети, которые не попадают, допустим, в профессиональные клубы, они могут даже попасть. У них среди них мы проводим любительская лига. У нас есть среди молодежи, где участвуют 20 команд, допустим. То есть волейбол у нас точно на хорошем уровне, можно сказать. Но самое главное, что ребята идут, да? Ну, для развития, вы сказали, нужны соревнования, но нужна еще инфраструктура. Есть у нас тоже спорткомплекс «Баянта» в очень хорошем состоянии. Есть спортивная школа номер два у нас, и есть спортзал, где мы проводим тренированные процессы. Насчет соревнований, как я сказал, мы проводим чемпионат в области, где отбираем отбор лучших игроков и выступаем на чемпионат, оказався на уже. – Галина, я хотел бы добавить. – Конечно. – Дело в том, что с Толгаду Литхановичем, в 22 году, мы полностью обновили состав фармклуба. На тот год наши ребята стали серебряными обладателями. В пандемийный год нам не дали доиграть, мы бы стали чемпионами. Но было принято решение, что нужно будет омолодить состав. Теперь в тот год были привлечены в состав фармклуба ребята 15-16 лет. И вот сейчас они обкатываются, и я так думаю, что еще два года, и мы будем иметь качественную, хорошую смену нашим игрокам в национальной команде и в нашем клубе. – А чаще всего до скольки лет играют спортсмены? – Ну, у нас есть такие примеры, когда до 42. – Ну, это редко, наверное, да? – Нет, почему? У нас хандролин 42 года. Очень опытный, очень качественный игрок. А играть на каком уровне? На профессиональном? То один возраст. А если играть вообще в волейбол, то я скажу вам, что команда ветеранов, которые вот как раз Толгат Варидыч, там есть и до 80 лет. И они на площадке… – Тоже так же соревнования проходят? – В этом году они были на соревнованиях, проводимые Республиканской Федерацией Ветеранов в Астане, и заняли почетное четвертое место. Надо сказать, что представительство на этом турнире было очень высоким. Поэтому наши ветераны тоже в когорте, одних из лучших в Казахстане. – Нурмал Абаревич, ну вам слово. Вот вы выслушали сейчас тренировки. – Да, хотел бы добавить насчет ветеранов. Ветераны – это… на них равняется вся молодежь. И вот именно сборная наша ветеранов, там несколько возрастов есть. Ну вот самая, которая возрастная, средний возраст 70 лет. То есть есть кому за 70, есть чуть помладше. Да, в Астане они выступили, я думаю, очень хорошо выступили. Потому что в таком возрасте получать за два дня нагрузки – это очень многого стоит. Касательно наших вообще подготовки вообще волейбола, где тренируются все эти более 24 тысяч людей, это, конечно, у нас большую поддержку дает нам образование. Именно в спортивных залах, в общеобразовательных школах ведутся тренировки, секционная работа. – Все это бесплатно же еще, самое главное, да? – Совершенно верно, да, бесплатно, обязательно. Когда проводятся крупные мероприятия, это у нас бывший спорткомплекс «Автомобилист». Там мы проводим соревнования. Два зала, два дворца спорта «Байантау» и «Дешор номер два». Проводя соревнования ниже уровнем, мы также задействуем спортивные залы колледжей, общерозавательных школ, которые в городе Паводаре находятся у нас. Ну, используем все те залы, которые позволяют проводить, где есть качественное покрытие и так далее. Сейчас у нас проблема такая, что когда зал могут ввести в эксплуатацию, покрытие будет несоответствовать. То есть дети могут на раннем своем занятии этим видом спорта получить какие-то травмы. Поэтому желательно, чтобы все соревнования проводились на специальном покрытии или на деревянном покрытии, которое менее травмоопасно. – А сейчас у нас реклама, а потом продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы продолжаем нашу программу, и мы говорим сегодня о развитии волейбола в Казахстане. И вот вопрос Ирины Сергеевне, расскажите, все-таки вы работаете с молодыми людьми, с девушками. Тяжело вот переживать поражение? Мне кажется, каждому спортсмену сталкивается с таким вот периодом, когда, ну, не складывается игра. Девушки тем более, наверное, поплакать хотят или еще что-то. Вот как вы поддерживаете свою команду? Ну, вообще, пережить поражение – это, ну, сложный вопрос такой. Это в плане психологии. Конечно, мы, тренеры, готовим, стараемся готовить детей так, чтобы они справлялись с этими поражениями. Потому что, вот как правильно сказано было, без поражения не бывает побед. Мы стараемся это как бы довести до детей, что можно и проиграть. Но проиграть можно по разам. То есть в борьбе, когда ты борешься, когда ты бежишь, достаешь с азартом, с эмоциями. И вот это поражение, оно не так обидно. Поэтому здесь, конечно, и работа тренера большая. То есть мы, тренеры, должны подобрать те слова, которые ребенка в то же время и команду все поддержать, что у нас все получится, что мы справимся. Ничего страшного, что мы здесь проиграли. У нас еще впереди много игр и много побед. То есть часто могут еще дети начинать искать виноватых, да, все-таки? Это игровая, командная игра. Это командная игра. И здесь, конечно, проигрывает не только один игрок. Здесь проигрывает также и тренер, и команда в целом. Но проигрыш это все равно как бы опыт. Опыт. Поэтому любая победа, поражение, это все равно опыт для будущих результатов. Поэтому девочки могут и поплакать. Мы можем вместе с ним. Разрешаете вы им? Да, конечно. Эмоции нужно выплескивать. Мальчикам, надеюсь, не разрешают плакать? Или мы тоже? Девочки могут и поплакать. Это и нужно выплеснуть эти свои переживания, которые в душе, внутри, они должны выплескивать. Поэтому здесь разрешается все. Главное не ругаться и не драться. Все мирным путем. У нас до этого не доходит, слава богу, поэтому все это мирно, все это анализируется, все это на собрании обсуждается после игры. Где мы допустили ошибку, в чем. То есть стараемся потом уже это извлечь и на тренировках уже все это исправлять. Андрей Анатольевич, ну вам вопрос. Как вы, ребята, уже наставляете, чтобы они проживали эти поражения? Если что касается поражений, конечно, это для нас не новая тема, потому что мы, как и любая команда, терпели или обидные поражения и очень хорошие победы испытывали. Но поражения – это стимул для того, чтобы следующую игру выиграть. Это стимул сделать анализ, стимул настроиться, стимул где-то пересмотреть отношения к тренировкам, к тренерскому процессу. Поэтому любая команда после поражения, она заряжается на то, чтобы следующую игру выиграть. То есть ничего катастрофичного нет в поражениях, естественно, если делаешь правильные выводы, если меняешь технику, если меняешь отношения какого-то игрока отдельного к работе, к игре, то это все нивелируется. И очень приятно после поражения держать победу красиво. Толгат Альтханович, вам вопрос. Вот вы работаете с детьми, да, ну и вместе с ними, это, конечно же, их родители, да. Очень часто сейчас родители имеют большой вес в воспитании, да, спортсмена. Вот скажите, родители чаще всего, они мешают или, наоборот, помогают? Вот здесь тоже тонкая грань. Иногда родитель больше заинтересован, чем сам ребенок. Да, сейчас родители заинтересованы, чтобы их ребенок ходил, чем-то занимался. Ну, не сказать, что они мешают. Родители очень заинтересованы, приходят даже, спрашивают нам у нас, как его ребенок занимается, достигает ли каких-нибудь успехов. Может ли дальше ему заниматься. Очень большой интерес со стороны родителей. Даже у меня было дедушка есть, отца, отец, можно сказать. Он практически через тренировку ко мне приходит, сидит, смотрит за своим внуком. Сильно болеет, переживает. Это тоже поддержка со стороны родителей, можно сказать. Здесь, конечно, играет большую роль родители. Если, допустим, тренер и родитель будут идти в одном направлении с ребенком работать, родители дома, мы на тренировках, тогда и результат получится. Родители много есть заинтересованных, чтобы связать ребенка своего именно со спортом. Поэтому, когда есть вот такая вот обратная связь, мы к родителям, родители к нам, когда мы идем в одном направлении, тогда, конечно, и будет результат у ребенка. Если тандем вот этот сложится, да? Потому что наступает в жизни многих спортсменов и детей, когда говорят, все, я не хочу, я бросаю. Да, бывает такое, бывает. Но здесь работа, опять же, родителей, опять же, тренера, когда могут переубедить ребенка, дать возможность немножко отдохнуть. Может быть, действительно перенасытился, устал. Время даешь, он принимает с родителями решения, и многие возвращаются назад. Бывает вот так вот в беседе, разговариваешь с людьми, и, конечно, вот когда отводишь ребенка на какую-либо секцию, всегда говорят, ну, может быть, он чемпионом не станет. Но самое главное, существует такое мнение, что вот эти ребята, которые будут задействованы в спорте, по крайней мере, они избегут какой-то такой вот преступности среди несовершеннолетних, да, вредных привычек, зависимость, что это вот большой такой пласт работы именно в этом даже направлении. Вот согласны вы с этим? Конечно, согласен. Дело в том, что любой ребенок, который занимается спортом, можно различным видом спорта заниматься, естественно, он будет огражден от вредных привычек, будет огражден от зависимости от, ну, сейчас на телефонах, на компьютерах, компьютерные игры, лудомания. Вообще беда всех родителей, да, которые смотрят на современную молодежь. Мне кажется, родители, наоборот, только за, отдавать, чтобы ребенок занимался учебой и спортом, то есть чем-то полезным. Спорт, во-первых, дисциплинирует очень. В любом виде спорта должна быть дисциплина. Воспитывает порядочность, то есть, вот, ну, по крайней мере, игра в волейбол, действительно, она неконтактная. Поэтому немножко поведение даже этих спортсменов, они более уравновешенные, спокойные. Я бы еще хотел бы тему затронуть, вот, вашего вопроса, касательно поражений. Действительно, после каждого поражения ждешь победы, и эта победа будет, сладость этой победы очень большая. Вот сейчас на примере проводилась в этом году лига, любительская лига среди сильнейших мужских команд, где участвовало 20 команд. Также проводится точно такая же соревнования среди женских команд. И на простом, на личном примере команда госслужащих у нас есть в Павлодорской области, которая участвует уже вот 4 года подряд, до пандемии 2 года. И после пандемии участвует на уровне госслужащих. Но здесь мы хотели поучаствовать именно среди любителей, среди сильнейших команд области, зная о том, что мы там, нам ничего там не светит. Но при этом... Принять хотя бы участие, да? Нет, не принять участие, а получить опыт. Получить опыт для того, чтобы сейчас мы будем, например, участвовать в июне месяце в городе Ахтубе, будут соревнования. Там, но с этим багажом, багажом проигрышей, но с тем наигранным составом, который мы будем, мы, думаю, подтвердим свое чемпионство. В прошлом году мы стали третьи, позапрошем году первые стали. До этого 2 года были первые и четвертые. Ну, чем больше игр, чем больше тренировочного процесса, тем... Там и результат уже виден, да? Да, более продуктивный будет. Ну, а вот финансовый вопрос, если затронуть, хватает средств отправлять наших ребят на соревнования, не только в республику, но и на какие-то другие? На все официальные старты, в принципе, наши ребята все ездят, все участвуют, также мы принимаем участие. Профессиональные клубы также, я думаю, таких проблем финансовых не имеют. Конечно, хотелось бы ездить побольше ребятам, потому что есть еще проводятся турниры, неофициальные соревнования, которые не входят в календарный план, но в этих соревнованиях тоже можно было получить опыт. Ну, здесь немножко есть проблема. Ну, вот все мы знаем, что иногда вот спорт получает популярность, когда из нашей страны кто-то чемпионом становится, да? И всегда есть какой-то кумир, на кого равняются, на кого смотрят. Неясно. Ну, вот как вы считаете, вот вы, знаете, несете себе вот эту ответственность, что вот молодые мальчишки, девчонки сейчас смотрят на вас и хотят быть такими, как вы? Да, действительно, есть ответственность. Ну, я не считаю, по крайней мере, что я там для кого-то кумир или что-то еще. Как бы хочется стараться добиваться чего-то еще выше результатов каких-то всегда. Ну, и попадать в сборную Казахстана. Дальше развиваться на международном уровне, попытаться себя показать. У нас получается так, что за время истории нашего клуба мы уже были участниками клубного чемпионата Азии. Он проходил в Тайбэе. Тогда команда вошла в четверку лучших команд Азии. В прошлом году мы получили право, точнее его завоевали, участвовать в клубном чемпионате Азии 24-го года, который в связи с Олимпийскими играми был перенесен на сентябрь месяц. Поэтому ребята все будут, конечно же, готовиться к этому. Есть амбиции, есть задачи, и есть своя задача войти не только в четверку, а завоевать медали этого чемпионата. Поэтому поездим еще. История только началась. Ну, вот в завершении нашей программы хочется вывести такую формулу успеха. Вот к вам вопрос. Как вы считаете, что нужно, какие составляющие для того, чтобы все-таки стать победителем? Я так думаю, что каждый тренер и директор клуба согласится, что одна составляющая только – работать. Работоспособность и дисциплина. Надо придерживаться все-таки дисциплины. Без труда не вытянешь рыбку из пруда, да? Ну, есть такое мнение, что дисциплина бьет класс. Если команда имеет свой стержень и дисциплину, то тогда соперник на той половине площадки не имеет значения. Андрей Тольчев. Я, конечно, это работаю, работаю, еще раз работаю. Начиная с детского возраста, когда уже ребята почувствовали в себе уверенность, они уже заинтересованы в том, чтобы стать победителями разного уровня. Тогда вот этим ребятам нужно дать возможность себя проявлять. То есть дать все необходимое, что им нужно. Где-то поездки, где-то сборы, где-то экипировкой поддержать, где-то поддержать через спонсоров. Они очень чутко впитывают всю пользу, которую ты им даешь. Они очень чутко впитывают. Поэтому труд и максимальное создание условий самых необходимых, пусть элементарно самых необходимых для детей, это будет формировать победный характер, победную волю у молодых игроков. Ну а взрослые игроки, которые уже и в сборной участвуют, у них уже есть опыт побед, у них есть знание, как ее добавлять. И молодые, играя с ними, они к ним подтягиваются и принимают вот эту вот победную эстафету. Поэтому это труд, ежедневный труд. Ирина Сергеевна, есть что сказать? Ну я просто хочу сейчас добавить, да, что у нас, допустим, буквально два дня назад закончился весенний чемпионат Республики Казахстан по трем возрастам, где Павлодарская область представляла команды, что среди мальчиков, что среди девочек. И просто то, что у нас есть хорошие результаты. Допустим, команда мальчиков, юношей, 9-10 год стали вторыми серебряными призерами чемпионата. Девочки, 7-8 год, третьи стали. Сейчас участвуют очень много команд. Вот в этом возрастной категории, 9-10 у мальчиков, 23 команды с Республики участвовало. Поэтому это хороший результат сам. Поэтому работаем, дети стараются и есть призовые места. Это самое главное. Мурлан Иванович, ну давайте, в завершение. Да, в завершение я хотел бы сказать, для успешной составляющей в целом развития любого вида спорта, это массовость. Если мы на каждом уровне, на каждой ступени заполним эту массовость, массовость, то есть, вот как Талгадар Иванович сказал, что вместо 14 человек, у него 20 человек в составе. Если мы на каждом уровне, на детском, на детско-юношеском, на молодежном, на взрослом, на любительском уровне, все заполним этим людей, занимающихся, то, естественно, из массовости перерастет в профессиональный спорт. То есть появятся результаты и так далее. Сейчас именно нашим управлением эта работа проводится. То есть каждый десятый спортсмен – это волейболист. То есть, в принципе, задачи выполняем. Остается только уже смотреть на профессионалов, чтобы подражать им, ну, чтобы подрастающее поколение подражало им. Самое главное – молодежь подрастает, значит, будут новые результаты и новые победы. Спасибо вам за интересную беседу, что пришли к нам в студию. Конечно же, хочется пожелать всем спортсменам упорно трудиться, достигать поставленных целей и побеждать. Всего вам доброго, спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok